К другим темам. В это воскресенье во всем мире отметят Международный день сельских женщин. На их плечах лежит действительно много. Они часто стоят во главе семьи, ведут учет запасов на зиму, присматривают за домашней живностью и, конечно, растят детей. В последние годы складывается тенденция, что из сел люди стремятся в город. Но мы расскажем о тех, кто, напротив, решил уехать в деревню. Слово Артему Петрову. У сыра манчега должна присутствовать вот эта фирменная, оригинальная косичка. На этой кухне готовят больше 30 видов сыра. Твердые, полутвердые и мягкие с белой плесенью. Продукт подойдет на любой вкус, но объединяет все, казалось бы, разнообразную линейку, единый и главный компонент. В основе сыра здесь используют исключительно козье молоко. Подход к приготовлению тоже особый. Женский, с любовью и лаской. С каждым сыром нужно нянчиться. С этим нужно так обращаться. С другим надо вот как-то где-то его, там, другую как бы смесь придумать, посмотреть, натереть. Какой-то нужно помыть, обмыть, да, перевернуть его нужно вовремя. Поэтому сыры – это живое. Чтобы сыр обрел форму, его нужно переворачивать строго по часам, поэтому ухаживают за ним круглые сутки. Дозревает продукт в этих холодильниках, некоторые виды выдерживают больше года. То есть черное – это зола фруктовых деревьев. Мы их покрываем этой золой, и потом они начинают еще обрастать вот такой белой плесенью. А начинается сыр на этой ферме. Здесь содержат около 200 коз. Именно отсюда в Ульяновск каждый день доставляют больше сотни литров свежего молока. Найти качественное козье молоко в Ульяновске Юлия Садюхина не могла. Было решено построить свою ферму. Помог в этом агростартап, на средство которого закупили первую партию коз. Сегодня их в разы больше, а каждая в день дает в среднем 2-3 литра молока. Показатель зависит от сезона. Правильное питание, правильный уход, счастливые козочки. И молочко приходит уже к нам на сыроварню, где мы варим вкусные козьи сыры. Год назад кардинально изменить свою жизнь решила Ирина Сидельникова. В Цилининский район Ульяновской области вместе с сыном она переехала из Пермского края. С того момента начала работать дояркой на козьей ферме. Здесь хорошо, спокойно. Это, знаете, как осенью дома. Мягкий плед, горячий кофе. Вот то же самое и здесь. В городе все равно суета, а здесь спокойствие и красота. О сельской жизни раньше даже не задумывалась и председатель кооператива. Но 8 лет назад Юлия Садюхина решила уйти сферу туризма и заняться производством молочной продукции. Сегодня некогда авантюра выросла в прибыльное, а главное – любимое дело. Артем Петров и Михаил Державин. Вести. Ульяновск.